Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из нас в свое время зачитывались историями о великом сыщике Шерлоке Холмсе. За последние 50 лет он стал культовой фигурой. В настоящее время имя Шерлока Холмса известно практически каждому, включая даже тех, кто никогда не читал о его приключениях. Автор книг о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойль, знаменитый британский писатель, прославился на весь мир именно благодаря рассказам о знаменитом сыщике. Главный герой детективных историй настолько полюбился людям, что они продлили ему жизнь десятками экранизаций, а на знаменитой Бейкер-стрит появился музей великого сыщика, который считается самым известным и посещаемым частным музеем в Великобритании. Мистер Холмс – это неотъемлемая лондонская достопримечательность, поэтому поток туристов в музее не ослабевает. Даже тем, кто лишь понаслышке знает о заслугах гениального детектива и не читал романов Конан Дойля, хочется побывать в традиционном доходном доме конца позапрошлого столетия, рассмотреть любопытные предметы обихода, сфотографироваться в образе Шерлока Холмса и даже поздороваться с Миссис Хадсом, роль которой исполняет сотрудник музея. Находится музей знаменитого сыщика неподалеку от одноименной станции лондонского метро и располагается в четырехэтажном доме, построенном в 1815 году и занесенном в список зданий Его Величества, представляющих архитектурную и историческую ценность. При входе в музей, помимо вывески, на доме установлена типовая лондонская мемориальная табличка, так называемая синяя табличка. Такие таблички устанавливают на домах, в которых проживали какие-либо исторические личности. На ней даты 1881-1904. Именно в этот период, согласно произведениям Конан Дойля, Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон жили в квартире по адресу Бейкер-стрит, 221-б. Но есть один любопытный факт, о котором знают немногие. Во времена, когда Конан Дойль писал свои романы, такого адреса в Лондоне не существовало. Номера домов не дотягивали до 200. Исходя из рассказов, на момент заезда в пансионат под управлением миссис Хатсон, Шерлоку было 27 лет. Здание музея с 1860-й по 1936-е годы на самом деле было пансионатом. Только номер был не 221, а 239. По этой причине в течение многих лет Эйби Нэшенал, одно из крупнейших строительных обществ, было вынуждено держать на должности специального секретаря для обработки вороха писем и прочей корреспонденции, постоянно приходивших по адресу Бейкер-стрит, 221-б, на имя Шерлока Холмса. При создании музея специально была зарегистрирована фирма 221-б Бейкер-стрит, дабы иметь возможность на законных основаниях повесить на доме Шерлока Холмса реальный номер, которого 239, соответствующую табличку. В дальнейшем дом все же получил официальный почтовый адрес 221-б Бейкер-стрит, Лондон, и корреспонденция начала поступать непосредственно в музей. Несмотря на такую длинную историю здания, музей был основан совсем недавно, в 1990 году. Согласно расследованиям, опубликованным в газете The Times, земля и дома с 215 по 237 на Бейкер-стрит принадлежат семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Мазарбаева. Ну что, зайдем в музей знаменитого сыщика. На входе посетителей встречает полицейский, одетый в форму второй половины XIX века. Дальше поднимаемся по скрипучей узкой деревянной лестнице. Во времена Холмса в Англии первый этаж дома являлся нежилым. Жилые помещения располагались выше. Интерьер дома в точности соответствует тому, что описано в произведениях о Шерлоке Холмсе. Здесь можно увидеть многие предметы, знакомые читателям по рассказам о знаменитом сыщике. Скрипку и шляпу Шерлока, охотничий хлыст, турецкую туфлю с табаком, письма, приколотые перочинным ножом к каминной полке, оборудование для химических опытов, армейский револьвер Ватсона и многое другое. Настоящим сокровищем музея является корреспонденция Холмса, включающая письма со всего света, которые приходят на имя великого сыщика. На стене гостиной под стеклом красуется монограмма королевы Виктории В.Р., которая была написана на стене выстрелами из револьвера в рассказе «Обряд дома Минск-Рейлов». Первый этаж занимает сувенирный магазин, где можно приобрести на память керамические статуэтки, ручки, кружки, бюсты, футболки, карты, книги и многое другое. На втором этаже находится спальня мистера Шерлока с окошком во внутренний двор и кабинет с камином, где великий сыщик и его помощник доктор Ватсон коротали вечера за беседой. Несмотря на то, что кабинет маленький, он наполнен большим количеством экспонатов. Понадобится довольно много времени для того, чтобы разглядеть находящиеся там предметы. Знаменитую лупу и трубку Шерлока, чемоданчик с медицинскими принадлежностями, бутылочки с чернилами и другие вещи. Из гостиной попадаем в спальню мистера Холмса. В ней кровать, камин и другие предметы, принадлежащие сыщику. Например, грим, с помощью которого он перевоплощался у разных людей. Или знаменитая шляпа. Кстати, шляпа в свое время вовсе не предназначалась для городских прогулок. Она называется охотник на оленя. Два козырька спереди и сзади нужны, чтобы закрывать лицо от солнца и ветра. Но именно в такой шляпе мистер Холмс появляется на картинках первой книги. И с тех пор этот головной убор становится очень популярным. На третьем этаже комнаты Ватсона, окном во двор, и миссис Хатсон, окном на улицу. В комнате экономки стоит искусно выполненный бронзовый бюст Шерлока Холмса. На четвертом этаже, изначально использовавшемся для хозяйственных целей, размещены восковые фигуры героев различных произведений о Шерлоке Холмсе. Здесь же, на отдельном столике, есть книга посетителей, в которой можно оставить отзыв или пожелания музею. В ней есть надписи на всех языках мира, а количество посетителей говорит само за себя, так как внушительных размеров книгу меняют раз в 3-4 месяца. На этом же этаже располагаются туалет и чулан. В музее полностью погружаешься в атмосферу рассказов Конан Дойля. Посетив комнаты знаменитых литературных героев, не забудьте заглянуть в сувенирную лавочку на первом этаже, купить что-нибудь на память или же совершенно бесплатно унести визитную карточку Шерлока. Вдруг пригодится. Всех, кто не знаком с детективными историями про знаменитого сыщика, приглашаем в нашу библиотеку за книгами. А тем, кто перечитал все-все про Шерлока, советуем познакомиться с графическим романом бессмертного шедевра сэра Артура Конан Дойля «Этюд в багровых тонах», с которого и началось знакомство читателей с легендарным детективом. Автор комиксов Ян Эд Джинтон и иллюстратор Ян Калбард объединились и создали визуально привлекательную графическую адаптацию этого произведения. Графический роман Холмс «Прощай, Бейкер-стрит. Кровные узы» сценариста Люка Бруншвига и художника Сесиль о самом известном в мире сыщике с первых страниц вовлечет читателя в атмосферу рассказов Дойля. Всем поклонникам Холмса известно, что герой исчезает в Рахенбахском водопаде, увлекая вместе с собой своего врага, профессора Мариарти. И доктор Батсон начинает невероятное расследование, которое откроет ему много нового о друге и его семье. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok